Всем привет! Это моё второе видео по-русски, и сегодня я хочу вам рассказать, что я люблю о России. Так, я очень люблю, что люди очень милые и всегда они радуются, когда они увидят, что я говорю по-русски, например. Они всегда скажут «молодцы», «молодец» и «какая ты молодец?» Да, это я люблю. Первый раз, когда я говорила по-русски, я только могла сказать «привет» и «как дела? Меня зовут Лаура». Но человек сказал «а какая ты молодец?» Я уже так думала «о, как хорошо, я больше хочу учить, какой хороший язык, да». Так, что я тоже люблю в России, это матрёшка. Я знаю, может быть, это кличе, но я это очень люблю. У меня матрёшка дома, и я её очень люблю. И я увидела, что дети тоже любят очень матрёшки. Так, я иногда подарю матрёшки, когда мне надо делать подарок для детей. Да, они, мне кажется, любят. Это как хорошие, хорошие игры. Да. Что я тоже люблю в России, это пить чай. Я раньше пила, может быть, чай один раз в неделю, сейчас я каждый день пью чай. Я очень люблю, может быть, с лимоном или, не знаю, без сахара для меня, но и чёрный чай, и зеленый чай, и я не знаю все. Так я очень люблю. И это так я привлекла, когда я начинала быть русскими людьми, русскими людьми. Да. Что я очень-очень люблю, это русская еда. Например, я люблю оливье, я люблю борщ, я люблю сырники, я люблю шашлык, я люблю чебуреки. Так, я буду сейчас голодна. Да, очень всё, очень вкусно. И да, я очень люблю русский язык. Это самый трудный язык, который я изучала. Я, конечно, дальше учу. У меня учительница один раз в неделю. Если вам интересно, я буду её спросить, если, может быть, мы можем делать видео, как мы учим вместе, так я учу с ней. Может быть, вам интересно. Да, я учу на italki. Мне очень нравится, потому что я могу дома сидеть с компьютером. И, может быть, сегодня я могу в 8 часов, и в следующей неделе я могу в субботу в 10 часов. И это там, может быть, это не так обычный курс, который ты делаешь один раз в неделю всегда в 10 часов, например. Нет, это ты делаешь так, как ты хочешь. И да, мне очень нравится. Я писать не очень могу хорошо. Но я могу поговорить немножко, и это мне очень нравится. И моя цель сейчас это начинать смотреть фильмы по-русски и найти, может быть, да, найти, может быть, песни по-русски. И я вообще не слушаю музыку по-русски. И это жал. Да, может быть, вы можете мне посоветовать который-нибудь музыкантам по-русски или в фильмах. В первом видео уже человек дал мне рекомендацию, но мне времени ещё не хватало смотреть. Но я хотела бы, может быть, в этом выходне смотреть фильм по-русски. Посмотрим. Я буду вам рассказать, как это получается. Так, если вам нравится это видео, да, мне нравится. И subscribe. Я не знаю, как это сказать по-русски. Так, и если вы хотите, что я делаю больше видео по-русски, так скажите на комментариях. Как вы знаете, я делаю тоже видео для испанского языка, чтобы учить, и для каталантского языка. Так, вы можете писать, что вы хотите учить, и, может быть, я это буду тоже делать, когда будет время. Так, я хочу вам сказать пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok